Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои! Так вот, сегодня мы поговорим о растениях. К сожалению, растения сейчас используются варварски. То есть мы почему-то решили, вообще человечество с чего-то, неизвестно по какой причине, решила, что растения нам все должны. Вот просто они растут для того, чтобы давать древесину, кислород, различные питательные вещества в виде своих плодов и так далее. То есть мы эксплуатируем растения так, как мы хотели бы, вообще ничего не создавая в окружающем пространстве. Раньше так не было. Даже в Библии, которая сейчас считается септогентумом, септогентум – это восьмая переписка. То есть уже восьмая, седьмая, оно официально считается, что седьмая. То есть седьмая переписка. То есть имеется в виду, что Библия, казалось бы, которая, вот мы ее в руках держим, но она меняется буквально от издания к изданию. И это даже не тот факт, что от издания к изданию, а вот реформы различные, которые происходят, раз, и память подтирается. Потому что если нет источника, нет, соответственно, знаний. Но даже в Библии септогентумы, то есть то, что переписано, есть такие строки – «И вскишела земля». То есть и у нас есть кишечник. Мы еще будем сегодня говорить о том, как интересно взаимодействовать на уровне творения с природой, как брать те потенциалы, которые есть в мироздании в виде нового эфира растений, ну и, соответственно, творить новые виды. Потому что люди в априори, они творцы, не пользователи, не потребители, а именно творцы. Это мое четкое понимание этой реальности. Несмотря на то, что у нас сейчас везде и всюду пропагандируется, используют, да будет тебе благо, но это, так скажем, от глупой и навязанной нам жизни, той жизни, которой мы все, к сожалению, сейчас вынуждены жить. Ну, как говорится, система задает тон, и мы пока не понимаем, как из этой системы благородно выйти. Ну, ладно, это уже не так важно. Самое главное, что растения, они созданы не для того, чтобы мы их эксплуатировали, а для того, чтобы мы с ними соседствовали, и мы делились с ними некими потенциалами, умениями, знаниями, облагораживали природу, создавали ее такой уникальной, которой она была до нас, то есть до нашей цивилизации, та, которая есть сейчас, потому что очень много источников говорят о том, что у нас огромное количество растений исчезает каждый год, и, естественно, новые, если появляются, то это те виды, которые на выживание, ну, то есть они приспосабливаются, они имеют другую морфологию, имеют другую микробиологию, то есть совершенно в других условиях, нежели в райских, создается то, что человеку сейчас не особо нужно, растению самому нужно выжить, то есть оно включено в выживание, а не в создание рая, то есть под раем я не имею в виду христианский рай, я имею в виду посадки, я имею в виду священные рощи, о которых я очень часто упоминаю практически в каждом своем выступлении, так вот, вот это все нужно для того, чтобы мы жили, созидали и совместно творили этот мир вместе с растением. То есть мы сейчас вынуждены, да, питаться растениями, но автономия показывает тот факт, что это необязательный факт, то есть люди выходят на депривацию сна, соответственно, они не пьют, не едят, то есть выключается та функция, которая угнетает растений, то есть растения в этом плане становятся не источниками пищи, официально, да, вот заявлены, так как она должна быть через желудочно-кишечный тракт, но что же тогда делают растения, вот здесь нужно разобраться. На самом деле интересен тот факт, что растения – это статический рост, то есть мы понимаем, что вот есть ребенок, да, вот он растет, есть акцепитальный рост, который наблюдается у многих, у многих, ну так скажем, примитивных, с нашей точки зрения, животных, микроорганизмов, или, например, был еще совсем недавно, пару веков назад у людей. То есть что такое акцепитальный рост? Это постоянный рост. Сейчас о нем, к сожалению, по вычислению за последние два года я не могу найти ни оклетка квальцева, ни акцепитальном росте, ни в одном поисковике информации, хотя еще пару лет назад на эту тему что-то можно было найти. Термин остался, а условия, при котором достигается цепитальный рост, постоянный рост, они исчезли. То есть от нас скрывают тот факт, что человек может не питаться, то есть необязательно физиологически потреблять что-то или кого-то, как это делают мясоеды, для того, чтобы расти, благоухать и расцветать всей цивилизацией. То есть растения – это производители не только биологической основы, но и энергетической. В чем же суть? Дело в том, что каждый из нас создан индивидуально, необычно и уникально. То есть каждый объект во Вселенной, он служит накоплением потенциала. Почему? Мы приведем пример человека. Как обычно, ну это очень тривиальный, понятный для всех пример, как обычно копится потенциал ментальный, то есть мыслительный. Человек ставит себе цель, например, исследования какого-то направления в науке и начинает в этом направлении копать, искать, писать, соображать. Естественно, считываемая с пространства информация, мы не думаем, и понятное дело, что мы считываем зачастую, она позволяет накопить тот ментальный потенциал, который есть в человеке. Вот точно так же растения за счет своего медленного роста накапливают энергию фи. То есть отсюда фито, да, жизнь. И вообще все растительное, все растения абсолютно накапливают энергию жизни. То есть получается, есть некие правила, каноны, позволяющие взаимодействовать с растениями на том уровне, на котором они способны передавать ту или иную эмоцию, те или иные энергии. То есть самая грубая энергия – это энергия жизни, да, растений. То есть это растительная энергия, будем так говорить. Но человек состоит не только из растительной энергии. И в этом ракурсе вышло следующее, что наши предки стали на эволюционный путь и стали вести за собой все царства. Мы знаем, что у нас есть царство грибов, царство растений и так далее. То есть вот все царства стал человек за собой вести. И, соответственно, произошла градация. То есть растения стали делиться не просто на чуть большее количество энергии или чуть меньшее у них количество энергии, а именно специфически. То есть каждое растение по тому, как человек работал с ними, а мы знаем, что у нас есть знаменитый факт. Ну, я договорю, по тому, как человек работает с растением, вот ту энергию специфическую, помимо энергии роста жизни, он и стал накапливать. Известен факт, что если мы будем разговаривать с растением, то это растение может изменить цвет своей листвы, может сбросить иголки. Вот у нас был такой ученый батлер, который взял кактус и начал уговаривать сбросить иголки. Через некоторое время иголки стали осыпаться. То есть это не просто факт индукции словесной и волновая обработка, это реально воздействие на сознание растения, которое пошло навстречу своему хозяину. То есть у хозяина появилась возможность взаимодействовать со своим питомцем, и тем самым растение пошло навстречу действительно кактус бросил колючки. При том, что он свел, при том, что он рос. То есть это не какая-то патология, да, там условно радиации растение облучили, и иголки отвалились. Нет, это именно общение с растением, как живым представителем ноу-биоциноза. Ноу – это значит мысль, да, то есть мыслящее разумное существо, которое состоит из объектов животных, ну, то есть живых. Наша задача – докопаться. А как же это производилось, и что же сделать такого, чтобы этот потенциал, он шел не на подсечное земледелие, которым сейчас все болеют, но дело в том, что, смотрите, у нас сейчас четко подсечное земледелие. Куда бы мы ни посмотрели, везде вплоть до вот просто выжженная земля. Все скашивается, все вырубается, и на этом месте сажается монокультура. И что интересно, в этот момент растения чахнут, потому что они созданы, как поддерживающие друг друга многообразное симбиозное сообщество. То есть получается на уровне симбиоза всегда всем лучше. Но у нас, ввиду того, что мы не ценим растения, и зачастую в социуме большинство людей употребляют пищу, то возникло такое ужасное понятие, как монокультура. То есть получается растения, созданные, во-первых, как некий симбиотический, симбиотическое поле, которое способно с человеком обмениваться теми или иными потенциалами. Так что же это за потенциалы? Я уже говорила, что в мире есть вообще во Вселенной и в мироздании эфир и вращение. Эфир – это строительный материал всего и вся, вращение – это то, что сейчас спина называется в математике и физике. То есть получается, что мы и есть энергия, только по структурированию, по нашим мерам, которые есть у нас в организме, у нас своя специфика энергии, и у растений, соответственно, своя специфика энергии. То есть когда мы прерываем связь с растениями и вообще с живым миром, с Землей, с космосом, с мирозданием, это как будто бы отстранится от организма. То есть мы как клетка, которая обособилась и сказала, что я больше к этому эфиру не имею никакого отношения, я буду самостоятельно, как раковая клетка, добиваться питания, простраивать свою кровеносную сеть. Мы знаем, что онкологическая опухоль всегда простраивает свою кровеносную сеть. То есть получается, мы сейчас себя ведем, как онкологическая клетка, нарушая тонкое равновесие во Вселенной, балансы энергии. И только автономия, на мой взгляд, прекращает это варварское воздействие на Вселенную, и тем самым мы начинаем по тонким каналам взаимодействовать на уровне эфира, и тем самым, не питаясь физиологически, обладая способностью воспринимать потенциалы всего живого вокруг нас, мы начинаем на уровне тонких энергий получать питание. То есть получается, для того, чтобы жить и выживать в этом мире, не обязательно барбарски кого-то есть. Можно просто увидеть, что мы часть мира, открыться, то есть всю проводящую систему энергопотенциалов открыть, и все, и в этом мире все станет гармоничным. Я понимаю, что, может быть, пока еще конкретики не так много, но я должна была объяснить, потому что не совсем понятно, почему именно с растениями, потому что мы все живые. Вообще у нас в природе все делится на живое и неживое, условно, по наличию белков или их отсутствия. Но это все, как говорится, бред, потому что жизнь даже там, где мы не представляем, что она есть, потому что все есть эфир и все есть вращение. То есть получается, что все есть живое, и со всем мы можем воздействовать. Но в первую очередь с растениями, потому что мы с ними очень похожи. И по типу роста, и по типу восприятия, и по реакциям на этот мир. Но просто потому, что человек – это объединение как минимум девяти основных энергий. И в организме растений это тоже есть, но в более, может быть, каком-то обособленном качестве, свойства и функции, потому что они по-своему устроены и многообразие, и красота, и устойчивость этого мироздания. Так вот, когда мы смотрим на растения, мы должны понимать, что, во-первых, раз это так, то есть они созданы для того, чтобы такими же клетками быть, как и мы в мироздании, то нужно научиться с ними взаимодействовать. Вот если посмотреть тонким взглядом на каждое растение, то мы увидим, что есть выпуклая часть растения и есть вогнутая часть, ну, то есть имеется в виду листочки. Вот мы знаем, что в биологии огромное количество растений рассматривается. Но в целом классификация по наличию определенных потенциалов она не производится, то есть этого нет вообще. И, соответственно, мы не понимаем, на что мы смотрим. Какое растение источает энергию, какое, наоборот, копит, какое будет какую энергию именно специфическую копить. Так вот, в природе все устроено так. Я не знаю, задумывался ли кто-нибудь, почему такая форма у растений, у листов именно, листьев. Почему вот такая форма, например, у соцветий. Почему у таких, например, у яблочков, у грушек вот такая-то форма плода. Почему это так? Так вот, у нас и в энергетике это всегда, это известный факт. И, соответственно, в медицине это известно. Что, например, если ты поражаешь какой-то орган, и есть разрез, то вокнутая часть, она наиболее уязвима. Соответственно, выпуклая часть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин